Педагогика будет развиваться. В Казанском университете обсудили поликультурное образование. Новый руководитель московского представительства ДААД Петер Хиллер впервые после вступления в должность посетил Казанский университет. В марте этого года сотрудничество КФУ с германской службой академических обменов вышло на новый уровень. Реализация программы поддержки молодых ученых России и Германии начинается уже в этом осеннем семестре. А пока новый руководитель московского представительства ДААД Петер Хиллер впервые после вступления в должность посетил Казанский университет. Петер Хиллер вступил в должность руководителя московского представительства ДААД в марте этого года. Тогда же было подписано соглашение между Ассоциацией ведущих университетов России, в число которых входит и КФУ, и Германская служба академических обменов. Сейчас в Германии учатся 11 тысяч студентов из России. По словам господина Хиллера, с каждым годом количество договоров между немецкими и российскими вузами только растет. Сейчас у нас больше 900 таких договоров между русскими и немецкими вузами. И немецкие вузы знают, что здесь подготовка студентов на очень высоком уровне. Также Петер Хиллер встретился с представителями КФУ, активно развивающими сотрудничество с немецкими вузами. Была отмечена важность открытия при университете информационного центра ДААД, где все желающие могут узнать о научных стажировках и стипендиальных программах службы. Что касается планов на будущее, то активная работа идет по подготовке к реализации совместной бакалаврской программы с Университетом Регенсбурга «Междисциплинарные германо-российские исследования». Диана Авакян, Ленар Тавлитьяров, Универньюс. Современный мир бросил образованию новые вызовы. И теперь всем педагогам предстоит над многим поработать. Достижение главной цели детского образования обсудили в Казанском федеральном. Подробности далее. Образование, как составная часть общества, всегда чутко реагирует на происходящие социально-культурные изменения. Современный мир ставит перед педагогами новые задачи, а именно воспитание толерантности, продуктивная и воспитательная деятельность детей разных культур, освоение языков и формирование будущей конкурентоспособной личности. Речь идет о росте и развитии поликультурного образования, с которым педагоги практики испытывают ряд трудностей. Решение новых задач и существующие трудности обсудили в КФУ на 11-й международной конференции «Этнос и культура в межнациональных коммуникациях 21 века». Конференция каждый год ориентирована на практиках, не на руководителей образования, которых устраивают многие вопросы, а на практиках, которые реально сталкиваются с проблемами межэтнической напряженности и с проблемами клиники психического развития маленьких детей дошкольного возраста, начального возраста, ну и пятых-шестых классов тоже. Для участия в конференции были привлечены специалисты муниципальных отделов образования, педагоги, психологи и педагоги практики, работающие с детьми разных национальностей. Они отметили, что на сегодняшний день поликультурное образование имеет динамичный характер и работать с ним нелегко. Более того, новые задачи становятся все сложнее и сложнее. После завершения конференции ее участниками будут выработаны новые пути решений и рекомендации по решению вопросов в сфере педагогики. Специалисты убеждены, что развитие поликультурного образования в дошкольных и школьных учреждениях станет основой успешной адаптации детей к современному миру. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз. Геология, нефть и газ – неотъемлемая часть жизни человека. Студенты КФУ, обучающиеся в Институте геологии и нефтегазовых технологий, имеют большие возможности развития в своей отрасли. Подробнее смотри в следующем сюжете. 11 мая в Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялась презентация нефтяной компании «Ойлэк». На встрече в основном были студенты третьих и четвертых курсов. Основная цель сегодняшнего мероприятия – это встреча с работодателем. В частности, сегодня прошла встреча с группой компаний «Ойлэк». Представители этой компании высказали определенный интерес к нашим студентам, к нашей материально-технической базе. И я думаю, что в итоге мы выйдем на соглашение о сотрудничестве и будем отправлять студентов на производственную практику в этой компании ежегодно. Пришло время самых интересных новостей «Рунета». В эфире рубрика «Веб-Ньюз». Известный боксер Николай Валуев приедет на всероссийский турнир по боксу в Набережных Челнах. 14 мая там пройдет международная матчевая встреча по боксу между командами сборных России и Германии. В столице Татарстана начата работа по воссозданию собора Казанской иконы Божьей Матери. Стало известно, что торжественная закладка собора запланирована на 21 июля текущего года. Россияне смогут получить кредит в онлайн-режиме. Минкомсвязи приступила к разработке соответствующего механизма кредитования. Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения. Певец выступал под номером 9 с песней «You are the only one», попавшей еще до начала Евровидения в топы европейских чартов. В Казани летом откроются театральные подворья. Продавцы в сценических костюмах будут торговать сувенирами и сладостями. Татарстанцы стали тратить больше денег на еду. Оборот общественного питания по итогам первых трех месяцев составил больше 8 миллиардов рублей. Разработки аспиранта КФУ привлекли крупную зарубежную компанию. Аспирант химического института Дмитрий Корнилов удостоился специальной премии компании ТОПСА. Фабрика «Казанский текстиль» будет снесена ради возрождения Адмиралтейской слободы. Руководство фабрики планирует перевести мощности с проплощадки в Кировском районе за пределы города, освободив 3 гектара земли под жилищное строительство. В Татарстане сертифицировали инновационные гидроцилиндры для сельхозтехники. Испытания прошли в лабораторном корпусе Инженерного центра Казанского федерального университета. В Казани откроется школа вожатых для мусульманских детских лагерей. Она пройдет с 11 по 14 мая в Российском исламском институте и Ресурсном центре по развитию исламского и исламовеческого образования Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ. Казанский федеральный богат на молодых и талантливых ученых. И успех аспиранта химического института КФУ Дмитрия Корнилова – очередное тому подтверждение. Подробности в нашем сюжете. Осенью 2015-го Казанский федеральный и компания «Хальдер Тапсе» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках стороны предполагали обмениваться опытом, готовить высококвалифицированные кадры для нефтяной промышленности и вести совместную научную работу по целому ряду проектов. Кстати, взаимодействие КФУ с мировым лидером нефтедобычи и нефтепереработки открыло новые возможности перед молодыми учеными. Одними из первых ими воспользовался аспирант химического института Дмитрий Корнилов. Он стал обладателем специальной премии компании «Хальдер Тапсе». В целом я занимаюсь изучением скоростей равновесия из-за полярных реакций, перициклических реакций Дельсальдера, иенового синтеза. Собираюсь продолжать. Это меня очень интересно и привлекает. Буду именно искать прикладные аспекты своих исследований. И хотелось бы, конечно, чтобы все это осталось на теории. Кстати, кроме аспиранта КФУ, Хальдер Тапсе отметил лишь еще пятерых молодых ученых со всей России. Для многих эта награда стала первой в их карьере, а для Димы очередным подтверждением, что наука – его призвание. По всему миру проходит конкурс на знание творчества известного английского поэта Уильяма Шекспира Шекспириада. За звание знатока уже поборолись ученики лицея имени Лобачевского КФУ. Об этом наш следующий сюжет. А смотреть или не смотреть – это не вопрос. Смотрим. Такая борьба за звание знатока шекспировских произведений проходила в лице Лобачевского Казанского Федерального Университета. Шекспириада – это конкурс, объявленный Британским Советом в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016 года. В рамках программы Шекспириады проводятся лекции, творческие испытания и конкурсы, в которых смогут принять участие юные поклонники творчества великого драматурга. Все в постановке – это уникальный опыт, который вряд ли когда-то еще удастся пережить. И надо такие моменты ценить, и бывает на таких мероприятиях. Ученики лицея Лобачевского представили рисунки к творчеству Шекспира, прочли наизусть отрывки произведений на языке оригинала и даже разыграли сценки известных трагедий. Стоит отметить, что лучшие участники Всероссийской Олимпиады смогут выиграть особые призы – краткосрочные образовательные поездки за рубежом. Анастасия Иванова, Ленардо Влетяров, Универньюз. На этом у меня все. Хорошего вам настроения. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!